Не больше двух часов должно пройти с момента покупки вакцины в аптеке до ее введения в организм ребенка. Об этом и других особенностях прививочной кампании наш следующий сюжет. В сентябре 2011 года Министерство здравоохранения внесло изменения в календар профилактических прививок. В итоге некоторые из них были отменены. Первая прививка делается в первый день жизни в родильном отделении. Это прививка против вирусного гепатита. На третьи-четвертые сутки жизни также в родильном отделении делается очень важная прививка против туберкулеза. Называется она ВЦЖ. Следующая вакцинация, вторая, против вирусного гепатита делается в месячном возрасте. В три месяца мы делаем малышу прививку против коклюша, дифтерии, столбняка, полиэмилита и гемофильной инфекции. Такую же прививку мы повторяем в четыре месяца и в пять. То есть вакцинация первая разделена на три этапа. Затем в шесть месяцев мы должны закончить вакцинацию против гепатита. Это третья прививка. Первый день жизни, месяц и шесть месяцев. Затем в год мы обязаны сделать реакцию МАНТУ, то есть проверить, насколько выработался иммунитет к туберкулезу. И в этот же срок, в год, сделать ребенку прививку против кори, краснухи и эпидпаратита или свинки. Как это говорят родители мамы попроще. Следующая прививка в полтора годика это закрепление иммунитета против коклюша, дифтерии, столбняка, полиэмилита и гемофильной инфекции. И потом уже в два годика снова повторяем реакцию МАНТУ, которую обязаны повторить каждый год. Три, четыре, пять, шесть и семь лет. Далее в семь лет мы делаем прививку БЦЖ против туберкулеза, которую имеем право сделать только в том случае, если реакция МАНТУ, проба на туберкулез, будет отрицательна. На сегодняшний день детская поликлиника располагает всем необходимым прививочным материалом. Небольшие сложности есть с вакциной БЦЖ. Это вакцина против туберкулеза. Роддом обеспечен полностью. А те детки, которые были непривиты либо по состоянию здоровья, либо по прошлым периодам отсутствия вакцины и должны прививаться в поликлинике, прививаются сейчас по мере поступления и обещают нам в 2012 году полностью необходимое количество вакцины БЦЖ обеспечить город Ильичевск. Важную роль в успешной вакцинации имеет качество прививочного материала. Этот вопрос одинаково волнует и родителей, и медиков. Вакцины российские, харьковские, вакцины бельгийские, французские. И по качеству они прошли настолько много проверок, имеют сертификаты, имеют все разрешительные документы, которые есть в наличии в санстанции, есть в наличии у нас, и которые вправе потребовать, попросить ему предъявить любой родитель, и мы можем это показать. Потому что как родители, так и мы, еще раз повторюсь, очень заинтересованы в том, чтобы процесс вакцинации прошел безболезненно и для ребенка, и для семьи. Прививка ребенку будет сделана только после осмотра врача и письменного согласия родителей. Педиатры предупреждают, что вакцинация может вызвать неблагополучные последствия, о которых обязательно нужно сообщать доктору. Это может быть и повышение температуры, это может быть капризный ребенок, может быть не совсем спокойный, как обычно, сон. Могут быть легкие катаральные явления, может быть легкие диспептические расстройства в той желудочно-кишечной. Это все четко прописано. Каждое изменение состояния здоровья ребенка после вакцинации четко прописано в приказе, на какой срок и как это может возникать. И прописано, как мы должны на это реагировать. Те, кто по каким-либо причинам не хотят использовать вакцины, которые бесплатно предоставляются поликлиникой, могут купить их в аптеках. В таком случае нужно помнить о некоторых важных нюансах. Аптичные варианты, например, содержат 6 компонентов вакцины, сразу вместе с вирусным гепатитом. То есть уменьшается количество уколов ребенку. Некоторые родители считают, что так будет сделать лучше. Во-первых. Во-вторых, в аптеках есть вакцины, которые не входят в обязательный календарь. Они так называемые рекомендованные перевивки. Вот и разрешены приказом. И мы их обязаны рекомендовать. И обязаны родителям объяснять, что они такие есть. Например, вот сейчас есть важная вакцина против ротовирусной инфекции. Это детские диспепсии, поносы, тяжелые состояния. У нас в Ильичевске несколько лет назад была вспышка ротовирусной инфекции. Сейчас наше государство не в состоянии закупить эту вакцину, чтобы всех детей прививать. Поэтому мы можем рекомендовать. И родители по своему желанию могут приобретать ее в аптеке. Для приобретения вакцины в аптеке обязательно нужно выписать рецепты участкового доктора. Потому что в аптеке могут продать вакцину только по наличию рецепта, чтобы не было никаких ошибок и никаких неточностей. Также аптека всегда выдает сертификаты, качества и разрешительные документы на эту вакцину. Кроме этого, для того, чтобы правильно выполнить приказ, нам необходимо соблюсти холодовую цепь. То есть между покупкой вакцины и ее непосредственным введением должно пройти время не более двух часов. Кроме обязательных прививок, существуют такие, которые Минздрав рекомендует делать детям. К ним относится и вакцина против гриппа. Время проведения вакцинации против этого заболевания – октябрь-ноябрь месяц. Вакцины против гриппа я делаю своим пациентам и себе, и своей семье в течение 12 лет. И могу с точной уверенностью, уже подтвержденную вот этими 12 годами, сказать, что эффект от вакцинации действительно есть. В последнее время все больше родителей отказываются от вакцинации своих детей. Как подчеркнула заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Евгения Красовская, если привитых людей окажется меньше 95% от населения, то возможно возникновение эпидемий. Отказы от прививок, как правило, являются следствием недостаточной информации людей о том, насколько важна и нужна вакцинация. Потому что масса тяжелых инфекционных болезней, единственное средство защиты от них – это прививка. Отказы массово влекут за собой, что в целом, в общем, падает иммунизация всего населения. И поэтому даже привитые, которых окажется меньше, чем непривитых, в состоянии эпидемии будут болеть. Делать прививки или не делать – это решение принимает каждый сам для себя. У нас все прививки сделаны, пытаемся все-таки делать. Но я думаю, что все-таки стоит делать, потому что если ребенок в дальнейшем заболеет какой-то из этих болезней, то оно все-таки больше вреда будет для организма. Те же антибиотики и другие серьезные лекарства лучше, наверное, подстраховаться прививкой. При проведении вакцинации необходимо помнить о главных моментах. Во-первых, прививку можно делать только полностью здоровому ребенку. Во-вторых, как обязательные, так и рекомендуемые прививки должны делать в медицинских учреждениях под наблюдением лечащего врача. Спасибо. 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 Спасибо.